Пневмония Здравствуйте, Хаджиджан. Итеология той пневмонии, которая сейчас, она вероятнее всего в большей части имеет отношение к коронавирусу. Это вирусная пневмония. Коронавирусное поражение легких имеет свою специфическую характеристику, свою специфику. Поэтому можно с вероятностью больше 90% утверждать, я думаю даже 5%, что в большей части это носит вирусное происхождение. Но никто не исключает и наличие обычной бактериальной пневмонии, связанной с переохлаждением и так далее, тоже никто не отменял. Но такой, если проследить в течение последних, допустим, 5-6 лет, вот на этот период, весенний период, вот такой вспышки пневмонии никогда не было. Вот такой всплеск пневмонии я ничем другим объяснить не могу, кроме как пандемии. Насколько мне известно, существуют разные степени развития болезни, то есть легкая форма, тяжелая. Как одна может перейти в другую, при каких обстоятельствах и можете описать каждую из них? Одна в другую может вообще не переходить, может начаться сразу, допустим, с чужого она. Чаржи заболевания определяется объемом поражения легких, до 20% это минимальное поражение, это считается компьютерно-томографический, это критерий, КТ-1 обозначается. До 50% КТ-2, компьютерная томография второй степени поражения, компьютерная томография 3, уровень поражения двухсторонний, билатеральный, многоочаговый характер имеет это поражение, специфический, поэтому рентгенологу очень трудно здесь неправильно поставить диагноз. КТ-3 до 75% и выше это уже крайне тяжелая, это уже тяжелая дыхательная недостаточность, дистресс-синдром, который требует неотложных мероприятий, это обычные реанимационные больные. Почему инфекция у всех протекает по-разному, у кого-то в легкой форме, у кого-то в тяжелой? Почему такое распространение получило в Дагестане, вот как взрыв, вспышка, как атомная такая вот, неукротимая реакция сейчас происходит? Потому что у многих, особенно у молодых, коронавирусная инфекция, это к счастью или к сожалению, не знаю, скорее к счастью, протекала бессимптомно. Человек не заболев сам, он мог стать источником очень тяжелой инфекции у кого-то другого. У кого-то другого эта инфекция могла протекать сразу в чрезвычайно тяжелой форме. Поэтому здесь предсказать, все зависит от иммунной системы заболевшего, от генетических особенностей, генетически передается по наследству предрасположенность к тем или иным иммунным реакциям, насколько совершенно иммунная система. Кубатай Аскандарович, скажите, как и чем на сегодняшний день лечат больных этим недугом в Дагестане? Терапии, направленной на подавление вируса, коронавируса, до сих пор не существует. Все лечение, все, что применяется в мире не только у нас, во всех странах, это называется лечение off-label. Лечение может быть поможет типа, потому что в инструкции к этим препаратам, которые мы применяем, ни в одном случае лечение коронавирусной инфекцией не указано. Это по типу побочный эффект этих препаратов. Это в основном противоревматические препараты, которые при аутоиммунных заболеваниях применяют. Мы стараемся назначать препараты, которые оказывают сдерживающие на размножение вируса эффект. Скажите, а сколько времени длится эта болезнь при нормальном лечении, при нормальной реакции на лечение? Сколько времени может продлиться вся болезнь? Ну, до 30 дней. До 30 дней. Возраст, срок, который он стационарно должен находиться на лечении, где-то 2 недели. И плюс еще 2 недели он должен выдержать изоляцию дома. Кубатай Аскандарович, вот интересно ваше мнение. Понятно, что пока рано говорить о каких-то последствиях для тех, кто перенес эту инфекцию, и о каких-то прогнозах в принципе. Но все-таки некоторые ученые предполагают, что болезнь может плохо сказаться на психике человека. И какие вообще в целом ждут последствия тех, кто все-таки перенес эту заразу? Ну, психику она конкретно нарушает. Вы посмотрите, как себя ведут больные некоторые, которые заболели. Это паника, этот страх неукротимый, что вот он заболел. Но мы же не паникуем, когда заболели, просто вирусная инфекция, ОРЗ у нас или грипп. Мы ждем спокойно, ждем, принимаем оскорбинку, что-то такое. Пьем чаи и ждем, пока это пройдет. Но здесь я не призываю ждать спокойно, пока это все пройдет. Но последствия, конечно, будут. Во-первых, поскольку первым поражаются и главным образом поражаются легкие и тяжелые поражения легких. Для легких это бесследно, тяжелое поражение может не пройти. Уже описывают, уже появились, вот в Китае уже есть публикации, изменения легких, костковидные изменения в легких, по типу легочного фиброза. Это довольно тяжелое состояние, сопровождается постоянной одышкой и так далее. Это предстоит еще изучить. Из двух одинаково заболевших пациентов, у одного может это случиться, у другого нет. Здесь еще играет роль генетика, здесь еще определенный набор генов, предрасположенность к иммунному, реактивность иммунной системы. Очень много составляющих, которые влияют на этот процесс. Скажите, пожалуйста, вот насколько сегодня врачи справляются с ситуацией, которая сложилась в больницах? Какова там ситуация на сегодня? В первую очередь врачи рискуют, страдают, очень тяжело. Во вторую очередь перегружены все вот эти лаборатории, которые делают анализ, они буквально захлебываются. Лекарство тоже заканчивается очень быстро в больницах. Никто не ожидал, что вот такая будет ситуация с коронавирусом. Ни один человек не мог предвидеть, что пол Дагестана вдруг заваление. Поэтому и стационары переполнены, поэтому и лекарство заканчивается. Были заготовлены, загодя готовились к этому. Но вот ожидания вот такого, скажем так, атомного взрыва в Дагестане никто не ожидал. Этого невозможно было предвидеть. Да, ситуация неприятная, конечно, на сегодня сложилась. Как, по-вашему, насколько долго продлится этот весь дурной сон наяву? Когда нам ждать выхода из режима самоизоляции? Когда дагестанский народ вернется к привычному ритму жизни? Постоянно по телефону консультирую по районам. Уже в районах лежат тяжелые больные, которые требуют и ИВЛ, и интенсивной терапии. Это раньше, ну, раньше конца июля-августа это не закончится. Да, прогнозы неутешительные, к сожалению. И все-таки я благодарю вас за беседу, Кубатай Аскандарович. Всего вам доброго. И всем телезрителям хочу пожелать здоровья и при возможности сохранять все-таки режим самоизоляции. Это на сегодняшний день очень важно, как показывает практика. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...